Привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Двенадцатый ход, война в самом разгаре, и сегодня такие у меня сумбурные, если честно, мысли очень жёсткие, непонятные творится у нас прямо сейчас. Если, например, у нас пару ходов назад была более-менее какая-то такая спокойная атмосфера, то сейчас, если посмотреть на всю эту войну, например, с ракурса Сант, то здесь настолько большое количество зон, на которые можно пойти атаковать. Что в какой-то степени у кого-то, может, даже глаза разбегаются, и, безусловно, стоит, наверное-таки, для себя изначально посмотреть на войну с такого ракурса, с нейтральной стороны, и посмотреть, чья зона какая-то контрится. Как я и сказал вчера, эльфы уже начали вести в данной войне, и в какой-то степени ещё не всё ясно. То есть, если бы многие сказали бы мне, что эльфы уже со стопроцентной вероятностью выиграют данную войну, то я вам скажу, что всё это далеко не так. Не всё ещё ясно, да, хоть и довольно большое количество территорий у них захвачено, и в какой-то степени они комфортно себя на данный период времени могут чувствовать, то всё же, если те же Санты будут забирать в данном ходе довольно большое количество нужных территорий, хоть и здесь трёхочковые позиции в какой-то степени сохранятся за эльфами, хотя, по сути всего, сейчас где-то около двух часов дня по московскому времени, поэтому всё ещё может поменяться, то у эльфов ситуация более-менее нормальная. Отрыв есть от Сант в 25 очков, Санты вообще сейчас якобы на последнем месте у Снеговиков 33, но, исходя из того, что я вижу на данный период времени, я могу сказать то, что Санты должны, по идее, забирать в данном ходе довольно большое количество нужных территорий для себя. При том раскладе то, что Снеговики ещё атакуют на столицу Сант, они потеряют большое количество лишних звёзд, здесь даже, хоть и по дефу там разница в тысячу, то я всё равно вам скажу так, что при любом раскладе данная точка должна сохраняться за Сантами, и я не вижу вообще проблемы, чтобы её задефить, более чем уверен, что всё равно имеются те ребята, которые поставят деф на неё, и даже я сегодня на эту точку обращать своё внимание явно не буду, ну, просто не вижу смысла, это дефолтная точка, стандартная для любой фракции, и при любом раскладе её всё равно будут дефать игроки Санты. Что касаемо столицы Снеговиков, здесь тоже эльфы атакуют 11 тысяч, ну, не сказать, что такое большое количество они здесь потратили по отношению к Снеговикам, уже у них пятнашка на столице имеется, и в какой-то степени, я думаю, что за счёт этого можно Сантам забирать у Снеговиков большое количество территорий, если вот вы видите, сейчас я тыркаю, Сандал, тишина, будущее, ущелье, шоссе, вот только вокруг этой песочницы 5 зон, которые должны здесь забирать, да, плохо, что не борются за трёхочковые позиции, то, что здесь только пока что впереди на Кунгуре, если бы забирали бы ещё у эльфов здесь довольно большое количество территорий, то, возможно, смогли бы восстановить сейчас весь этот паритет и в какой-то мере вернуться в эту войну, но всё же, как я и вчера говорил, когда у тебя имеется такая ситуация, то, что у тебя есть дырочки, есть окна такие, как вот на палубе, да, это не играет в лучшую сторону для твоей фракции, да, в какой-то степени кажется, что когда ты имеешь вот такую позицию, ты можешь атаковать со всех ракурсов, но по сути, чересчур маленькое количество голосов отдаётся за вот эти вот зоны, да, которые в приоритете, в принципе, могут быть у фракции, но при всём этом раскладе маленькое количество игроков уделяет вниманию этому, и то, что они дефают 8000 этой зоны, ну, это явно того не стоит. При любом раскладе лучше вкинуть на деф того же Бриста, того же Каньона, хорошо, что, конечно же, сейчас эти зоны дефаются, и я надеюсь, что они останутся за Сантами, потому что это последние точки по 3 очка, при том раскладе то, что раньше у Сант там вообще их вовсе было 7 штук, и эльфы сейчас большое количество их отжали. Надеюсь, что в этом ходу ещё будут забраны хотя бы парочку этих трёхочковых позиций, потому что я всё же верю в камбэк Сант, я верю в то, что они смогут в какой-то степени вернуться, то, что у них получится это сделать, и, возможно, всё это реально ещё реализовать, но я надеюсь на то, что эльфы так просто и с такой наглостью, ну, не смогут выиграть эту войну, я, возможно, таки кого-то обижу, но у меня такая точка зрения, я думаю, что всё ещё реально, реально вернуться при том раскладе то, что, по сути, сейчас общее количество звёзд примерно находится на равном уровне, что касаемо Сан, что касаемо эльфов, что касаемо даже снеговиков, и их количество варьируется в районе 250 тысяч звёзд. Это не маленькие количества, при том раскладе то, что сейчас уже ближе к Новому году, игроков становится больше в игре, больше свободного времени у ребят появляется, и здесь нет ничего удивительного. Что касаемо распределителя, то здесь, я так понимаю, просто уравняли шансы каждой фракции, если, например, у Сант до предыдущего хода был в какой-то степени перевес по количеству набитых звёзд, то уже вчера мы подсчитывали, там перевес был минимальный, там может быть 5 тысяч, может быть даже меньше, и сказать, что там какая-то имеется разница, я уже точно не могу так сказать, если там до этого были 20-30 тысяч разница звёзд, то сейчас разницы существенной нет. И поэтому в какой-то степени сейчас у всех шансы равны, кто будет делать правильные ходы, тот выиграет эту войну, осталось у нас ещё, грубо, 12-й, 13-й, 14-й ход, сегодня уже обзор 12-го, по сути ещё как минимум 2 обзора у нас будет, возможно потом будет ещё подвод итогов данной войны, надеюсь, также, друзья, посередине тут скажу, на вашу поддержку, спасибо всем, кто уже поддерживает видосы на протяжении всех этих 12 дней, прожимайте эти лайки, мне очень приятно, что вы это дело делаете. Ну и давайте начнём с обзора каждой фракции, что я здесь наатаковал, что я здесь надефал, что касаемо Сант, деф кинул Брест, трёхочковая позиция, не захотел я дефать зону, при том расслабить, потому что там уже есть отрыв, также не захотел дефать столицу, ну это дефолтные зоны, которая фракция без моей помощи всё равно задефает, поэтому это Брест и атака Берлин, что касаемо атаки, здесь пока что проигрывает наша фракция, я имею в виду Санты, на 300 очков, 300 звёзд, но я думаю, что всё вполне реально, можно всё это дело отдефать и всё у них здесь будет получаться, поэтому как-то так. Брест атака, ой, Брест деф, Берлин атака. Дальше у нас эльфы, та самая нагибаторская фракция, которая сейчас рвёт и мечет, простор, атака, это также у нас получается, если я не ошибаюсь, трёхочковая позиция, ошибаюсь, но мне так кажется, что это трёхочковая, нет, это не трёхочковая позиция, это у нас одноочковая позиция, но в какой-то степени здесь имеется прям дикая заруба, то есть если смотреть на тот же Кёльн, да, там уже есть какой-то определённый больший перевес, и возможно в какой-то степени удержать данную точку будет больше в приоритете, хоть и на тот же Кёльн можно пойти, но почему-то я уверен в том, что вот эти вот, вот единственный ход, когда я уверен в том, что стоит отдать почему-то приоритет на единичную позицию, да, то есть я могу, конечно, вкинуть сейчас звёзды в Кёльн, но при том раскладе, то что я сейчас почекал эти зоны, да, сказать, что что-то здесь не заберётся, я не могу, а простор это та зона, которая открывает в дальнейшем атаку на центральные точки, на тот же Гардер, на тот же Кёльн, да, и в какой-то степени, возможно, имеет смысл быть, а дефать именно данную позицию, ну и что касаемо получается у нас дефа, то деф на Рио, трёхочковая позиция, также довольно существенно выглядит со стороны дефа данной фракции. Дальше у нас Снеговики, Снеговики это, наверное, дефолтный расклад для меня, атака Рио, позиция пока что, которая дефа и цельфами, но эта трёхочковая позиция может спокойно забираться Снеговиками, перевес не такой большой и стоит атаковать именно на неё, что касаемо дефа, то деф на Кунгур, пока перевес есть у именно такие Сант на данную территорию, но это пятиочковая позиция, которая является, наверное, ключевой для данной фракции, и если они хотят реально цепляться за эту войну, бороться за выигрыш в ней, то, возможно, в какой-то степени стоит побороться прямо сейчас за неё, и за счёт этого бустануться, забрать какие-то новые определённые территории, потому что сейчас у Снеговиков даже территорий больше, чем у Сант, и за счёт этого в какой-то степени потянуть всё это дело, и, возможно, что-то интересное из этого у Снеговиков получится, если, конечно, они сумеют отдадефать свою территорию, отжать ещё новые другие у других фракций, то, по сути, может быть, что-то у них и здесь получится. Также, друзья, я совсем забываю сказать вам одну определённую вещь, которая уже на протяжении, наверное, ходов так 5-6, я её знаю, я ей, можно так сказать, у меня она имеется в голове, но всё, я это дело забываю вам рассказать, это то, что вы можете набить свои звёзды, а потом только проголосовать за какие-то определённые территории. То есть, грубо говоря, вы можете за целый день там набивать эти звёзды, вообще не смотреть на эту войну, да, то есть не кликать никуда, и потом, например, там, вы поймёте, что какая-то определённая зона нуждается в помощь, и в этот самый момент вы просто кликните, и все ваши звёзды всё равно будут засчитаны в этот зачёт, я всё это дело проверял, и даже был в первый или во второй день такой анонс, то, что всё равно ваши звёзды будут зачислены, потому что там у них какой-то происходил баг, что-то не работало, и после этого они решили то, что даже вне зависимости от того, когда вы будете голосовать, все ваши звёзды, которые набиты за данный ход, они будут считаться в зачёт. Я на протяжении каждого дня забывал вам сказать эту вещь, наконец-таки я сегодня, пока записываю данный видеоролик, наконец-таки вспомнил это всё дело, и надеюсь, что в какой-то степени вам данная информация даже может пригодиться, и вы не будете думать в какой-то степени, когда там, может, кто-то акцентирует внимание на моих видеороликах, да, то есть делает ходы так же, как я, и вы можете просто набивать звёзды, потом сделать свой ход и, в принципе, ни в чём себе не отказывать, и не думать, не волноваться о том, что, блин, а я же сделал ход после того, как я набил свои звёзды. Всё работает, не переживайте, вы можете набивать звёзды, потом ставить ходы, и всё у вас будет засчитываться в зачёт. Вот такой вот видеоролик у нас, друзья, получился, 12-й ход в самом разгаре, делайте правильные ходы за свои фракции, и в какой-то степени, мне кажется, что на данный период времени, хоть и эльфы находятся впереди, всё равно шансы у Сниковиков и у Сан имеются на камбэк, и определённо всё самое интересное только и только начинается. Поэтому, друзья, в очередной раз скажу, если вам несложно, поддержите данный видеоролик лайком, подпиской на канал, прожмите её, если она у вас там красного цвета, сделайте её серой. Также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, дабы первыми узнавать полезную информацию для себя. Ну и, конечно, по традиционной информации вам сообщаю о том, что в Дискорде есть ссылочки, есть чаты нашей фракции, вы можете перейти, также там пообщаться, возможно, что-то интересное для себя узнать. И также имеется ссылка на группу ВК, в которой ежедневно я выкладываю посты, в которых наглядно видно, куда я атакую, что я дефую. Если вы что-то не понимаете, то вы там можете зайти, всё посмотреть, всё разузнать. Ну и, конечно, вечером на стримах также акцентируем внимание на своей войне, считаем количество звёзд каждой фракции. Если вам интересно, также присоединяйтесь на данные стримы. Каждый вечер в 10 ПМСК они проходят. Ну и на этом, я думаю, что мы будем уже заканчивать. Спасибо всем за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока.